что-то боком голова боком повернуть надо ну что хотели я в руке держу просто телефон повыше сделайте чтобы голова повыше была вот так как то переведите потому что вы на половину внести вот закрепите на этом все пожалуйста да спасибо христос книжки получил ребенок поздно пришел я с работы поздно пришел и сфотографировать не успели опять а он сейчас опять в школе я сейчас опять на работу думаю сейчас покажу вам по скайпу видео их и все не фотографии пришлете само собой а ну хорошо хорошо сделать и хорошие потому что я потом их выставлю у себя на мейлру так ну что книги понравились да вот читаю начал читать для слова божьего нет уз ну там перед сном ложимся и жене читаю и детям там чуть-чуть ребенок читает так а вот новый то завет как издан то таких книг вам больше не найти нигде я подарил уже другу новый завет три тома верующий тоже и подарил ему симфонию на житя святых потом подарил ему к истинному православию книжку я я сейчас буду показывать вот вести телефоном по книгам да скайпом а вы там ну говорите или хорошо все видно да сейчас начну показывать давайте видно видно вот новый завет надо поближе сделать к глазку вот так вот 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 новый завет с толкованием вот новый завет вот для слова божьего нет уз которую читаю сейчас стороне еще надо по себе подтяните вот так теперь повыше о да увидите какая бумага какое кайше качество вот к истинному православию да 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 видно да видно видно название вот открытым оком на себя подтяните и ну ладно ладно видно все симфонии еще раз покажите вот но оригинальные книжки да симфония на библию да не канонические книги да на себя на табакокурение так что он что даю отдельные брошюрки ага ооо обрадобрите это вы уже там как сделали да и сегодня еще вчера заказала табакокурение буду табакуром раздавать да вот так вот видите табакуром он искупит конечно еще тут вот такую статейку сделали раздаем так не видно что там что там такое так нет не еще еще туда повыше делайте на себя на себя о повыше нет не видать так повыше топ решили должно обречать да теперь видно вот видите вы трудитесь у вас что то есть к истинному крещению да но у вас в стороне маленько оказалось ну ладно хорошо ну в принципе видно ну понятно понятно что вы трудитесь это уже это уже я раздал это уже не все которые я получил да 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 вот и значит ну что а хотя у меня тут новый завет еще есть красненькие евангелия о не новые а евангелия просто красненькие что я раздаю их то вот был на службе вышел с храма возле двери начал раздавать и первые люди мне с которым я даю святое евангелие недоверчиво такие смотрят на меня говорят а вы не секта все евангелие это секта а православие это тьма православие это тьма ничего не надо мощи и все я говорю ну а я так разговаривался говорю да не у нас по моему уже секта православия становится а вы ну а вы по каким признакам он говорит ну ни у кого такой бороды нету а бороды а как же на иконах а на иконах как не но все но все понятно просто видите у нас в храме у меня получается я год назад уверовал и у меня уже самая большая борода во всем храме а священник как без бороды ну это все время под насадочку где-то сантиметр это максимум но потом подбревается короче такая это как называют ее французская щетина нет это называется блудодейная ересь блудодейная ересь его в храм не запускать нельзя как пса смердящего его если он умрет его отпевать даже нельзя вот каноны были какие в русской православной церкви да это все исказили и извратили и да вот так вот ну еще с людьми поговорил уже объяснил что да как уже взяли когда сказал что православное что православный то уже взяли а у нас было так мы ходили по квартирам и раздавали и вот позвонили в одну дверь открыли а там видно гулянка идет дым идет такой ну а мы то на лестничной площадке мы говорим мы вот евангелие принесли вам какое евангелие зачем оно нам нужно я говорю ну а как же люди там ходят в церковь и чтобы патриарх благословил да пошел ты на со своим патриархом у меня батюшка есть я исповедуюсь поп затмил свет и патриарха не знает ничего не знает хуже зверей живут но православие православие это опущенная планка в грязную лужу непрерывное всегдашное лицемерие и ложь я я удивился я вот чем больше с людьми разговаривают даже которые в церковь ходят да да они я так понял для них библия это как ну как сказка какая-то ну даже не сказка они вообще не знают она отсутствует даже евангелие раздаешь но у нас есть дома и когда начинаешь разговаривать ну вот по слову божьему уже ну приводить какие-то может там цитаты или еще что-то а люди говорят ну сейчас времена другие там еще что-нибудь другие времена другое небо другая земля другой рай другой ад ну вообще даже нельзя сказать никто таким темным не бывает как православная ни один сектант это все попы сделали так лишь бы приходили свечки покупали деньги и все говорят а ты против попов да какой поп какой он поп то он не никто он разбойник людей не ущет люди гиблые совершенно в любую секту идут а когда православие показываешь это псевдо православное это во времена было еще прежнее там и при карфагенском киприяне это было вот дионисии там это уже было что люди говорят настолько были темные что православных считали сектантами еретиками а еретиков считали православными вот так я это с ну начал там в конце службы там уже в притворе стояли там бабушки были ну где евангелие мы еще раздавали бабушки там бухгалтеры там разговор завязался с ними я начал ну говорю так неправильно то юбки мини юбки это это все говорю ну это вы вот такой строгий видно сразу вы строгий а у нас вот батюшка допустим он Христу подражать он говорит Христос у нас смиренный любовь ну то есть мягкий а вот мягкий такой вот надо мягким быть не надо потому что если вы так начинаете резко люди вообще сюда не пойдут я говорю так пусть эти не идут которые мне надо пусть придут которым надо такие как я и другие которым нужен Бог который его ищет и начал раздавиваться они говорят а когда вы уверовали я говорю год назад они говорят а откуда вы уже все знаете я говорю так я о Боге думаю каждый день и днем и ночью и вечером поэтому меня это тянет ну из всех только одна бабка головой кивала говорит да правильно говоришь правильно это батюшки называется любвисты любвисты любовь любовь а он любовь не знает он любовь знает только к деньгам и к карману своему больше любви он никакой не знает трусость и корысть это не имеет отношения никакого к церкви Христовой совершенно церковь Христова это чистота это строгость это правило а не так что я верующий мне все возможно главное сердце главное душа какая у тебя душа от избытка сердца говорят уста от избытка сердца ты как понимаешь так и одеваешься разврат ну вот такие ну вот хожу туда там договорился говорит помогите тогда нам там возьмите на себя что-то я говорю ну пойду с книжками по квартирам там по вашему этому поселку только знаете что меня что-то смутило я допустим евангелие буду раздавать и люди пойдут в эту церковь вот допустим да ну я евангелие дают они идут в церковь допустим человек находится там в блуде табакур там пьяница но он пойдет в церковь а его никто не огласит он начнет тоже причащаться и все и в итоге замкнутый круг на мне или греха не будет ну а вы работаете с ними и работаете вас будут гнать и проще вы в беларуси находитесь да да ну вот в беларуси украина они там окатолищены уже продолжайте работать но никак по другому нельзя вот я по стране проехал если бы я так вот был где-то я ну минимум пятьсот разных общин мог бы уже образовать а я их толкаю к попу а он их сразу травит против меня а я это знаю заранее она говорит я ничего не знала мне дал евангелие не ходи больше не слушай вон там юритик сектант ему надо чтобы ему все было а мы с ней не встречаемся больше я дал евангелие направил в храм московской патриархии это совершенно нонсенс мы вот с матушкой батюшки разговаривали и коснулся разговор я говорю надо идти евангелие не мне раздавать потому что видите меня за сектанта принимают а батюшки в его одежде его за сектант точно не примут говорю христос же сказал идите проповедуйте евангелие все твари по всему миру вот ему он пойдет под домом и его примут и придут а я захожу на меня смотрят глаза на лоб кто пришел с такой бородой никогда не видели такого и евангелие бесплатное дает вот жена вышла в дверь сказала ну ты придурок правильно умный когда ничего не надо считается я говорю заходи погри говорит с сектантами не общаюсь да ну вот теперь вы товарищу это подарили новый завет как он отреагировал на это а он же знает он на форуме вашем все уже он и читает толкование с телефоном постоянно только просто сейчас он у него это есть все ну он конечно доволен понятно доволен конечно такой подарок у кого такое есть вот и все и я говорю надо идти евангелие проповедовать по домам ходить а матушка говорит ну батюшка ж не разорвется ему вот тут надо рядом храм он строит там с пожертвования собирают бухгалтера этого отправляют не евангелие носить по квартирам а деньги собирают то есть заходят давайте на храм давайте на храм ну люди кто-то даст кто-то не даст вместо того что сказать придите в храм покайтесь обратитесь они деньги собирают но в итоге в маленьком храме пол храма пустую пустой до сих пор на службу воскресенье пол храма за ну там я приклинул где-то человек 30 а строит здоровый храм то есть он будет вообще пустовать потому что в субботу я две субботы пришел две субботы пришел вечерняя служба два человека я и друг мой все они помутились рассудком на этих храмах сейчас в москве 200 храмов все это будет разрушено камни на камне не останется христос сказал первое для каких целей строят если никого нету туда он пустовать будет зачем его строить эти деньги можно пустить было на благовествование на проповеди сейчас вот пойдут три тома подарю батюшке ваших да и с матушкой говорю я организовать евангельское чтение нет слушайте вы не дарите вы дайте ему на время один том он будет мертвым грузом лежать держите около себя потому что книг больше этих вам не достать книги у нас скончаются переиздать их возможно я просто имею ввиду что подарить для того чтобы вести занятия и толкование не будет вести занятия вы скажите у меня есть новый завет блаженного фифилакта толкования я буду приносить один том и по нему поведем занятия не надо давать вы присмотритесь к нему увидите как он реагирует а он и просто книга это для него в обузу будет самое лучшее что будет он просто ее поставить на полку а так нет она у него пропащая будет Игнатий Тихонович что скажите какой нибудь советик уныние и лень как отгонять когда навевает ну как драть тебя надо и все а кто драть будет вот кто драть то надо чтоб кто то драл тебя как можно быть ленивым когда написано бегите на ресталище один получает награды бегите чтобы получить какая лень может быть что это такое слово лень а ты себя томи смещитай как Антоний Великий непрерывно Макария Александриевского встретил в пустыне один брат а он несет мешок он говорит а мешок дай понесу он говорит нет не дал ему он видит что тот то пожилой уже а он из одного конца пустыни в другой песок насыпет и тащит ну больше то работы то нету в пустыне он говорит что томлю томящего мя то есть томлю плоть свою которую сатана начинает обладать а когда работаешь тебе некогда будет ты иди падай но все таки иди иди никогда днем не ложись уныние это смертельная яма что значит уныние это отчаяние уныние от безделья от непонимания для чего ты живешь какое уныние я просто вот эти книжки раздавал раздавал и люди даже которые брали ну я смотрю на них а им это не интересно вообще ну взяли и взяли ну не горят знаете и мне как то так руки опустились думаю а нужно ли мне это все вообще ну посмотри давай кому проверяй если нет еще забери назад это деревня уже у вас может это же небольшой город не у нас нормальный город большой большой а ну если прихожан то знаете ты спрашивай считают не считают просто скажите без благовествования возможно спасение невозможно невозможно это зарытый талант возьмите у него говорит талант отдайте тому кто имеет пять а его выброси во тьму кромешно тебе бог дал талант веры ты должен приумножить ее ну прища так говорит да алла заходи ну зайди ну зайди что ты прячешься не прячься слушаю говорит я не прячусь слушаю байки то есть открыла дверь и ухом стоит слушай то есть интересно не хочет подойти иди хоть поздоровайся хоть один раз сколько раз упрашивая никогда не может подойти посмотреть на вас такие вот дела это у меня я когда помогал тут сотрудничал с тюрьмой а там бывают женские отделения отдельные камеры и вот так как только гремят кормушки то они к кормушке сразу ну а кормушку то открывает а тут я она ой я вообще грешница боишься то ой я никогда не думал о то другое то а сами бывают там такие полураздеты ой испугалась а что ты испугаться то могла сидишь в камере запертая тебе бык не зайдет это грех все томит людей надо жить радостно интересно активно скажите во сколько ложится ложитесь спать ложиться как у вас плоть потребует а вставать в одно время в четыре сорок менять я до двух как бодрствование начинается до двух ночи а потом вставать в четыре сорок и ни разу не ложиться ваша плоть вам подскажет но вы маленько ущипните там минут пять еще побольше на бодрствование на сон уменьшите я вот так себя уменьшал когда я молодой то был у меня два с половиной часа на сон уходило в сутки но я все время работал физически на стройке а ночью я занимаюсь переплетным делом там что то другая работа которая внутри комнаты и одновременно на магнитофоне слушаю записи я насчитал пятьдесят книг примерно полностью двенадцать там златоуста жития библию я в это время сделаю себе я останавливаю магнитофон записываю там вот симфонию как составлял я же в это время работал работаю и делаю духовную работу мне это интересно так я сегодня говорил когда я симфонию составлял на неконеческие книги а это вот обыкновенные листы ну которые вот печатают вот такие вот тут видно что какой он большой лист это называется А5 и вот таких листов чтобы симфонию я составлял мне нужно чтобы передо мной лежало четыреста семьдесят пять листов вообрази себе а как ну как то один на другой чтобы маленько уголок был видно какое слово за каким идет и все это выписывать какая глава какой стих и вот я еду Новосибирска наполовине электричка пересадка а электричка то там маленькие сиденья больше еще нету так я один занимаю это сиденье напротив меня и через коридор которые два сиденья везде разложу и по ним работаю еду дорога и работаю симфония далась мне вот на нейконической книге бордового цвета очень трудно невыносимо трудно такие хоть неопытные восемнадцать корректоров было и никто до конца не довел все махнули рукой пришлось самому проверять сверять смотреть это работа колоссальнейшая проделана а люди человек который берет он не знает он смотрит цветные картинки а картинки это гюстав даре это лучший иллюстратор библии и мы то есть это мне пришлось искать художников кто раскрасит как раскрасит какой город и наконец пришлось самим делать оказалось есть такая программа и мы начали компьютерной этой программой и все было раскрашено наша книга вот этот трехтомник новая завета ей равных просто нет вы таких книг не найдете нету в каждой книге восемьдесят во весь лист таких картин да еще в конце там из классики взято просто нету нигде если бывает где-то там что-то мелконькое как-то а какая бумага как сшиты как оно закруглено как выглядит как-то показывали библиотеку президента Путина и смотрят там мои книги стоят у него это чего-то стоит у патриарха книги мои вот эти хорошо у меня знаете что Игнатий Сихонович просто вот я как обратился к вере да я закинул все свои грехи все да и мне ну я раньше у меня что как бы все время хотелось заработать денег да ну я там вот и дом имею большой то есть ну все как бы у меня в плане финансов все хорошо у меня было да да а сейчас я просто вижу ну а мне не нужны эти деньги не незачем я не одеваю сейчас не шикарно то есть у меня машина скромная продал дорогую продал себе купил там старую машину и как бы у меня какие-то сбережения есть еще да я вот их как говорится там вот там проедаем грубо говоря а ничего как-то особо мне сейчас деньги уже не хочется зарабатывать я вот не знаю ну да вам сколько лет? 45 это конечно это еще самое сила мужик надо зарабатывать я не понимаю для чего ну и в итоге я как бы вот ничего сейчас не делаю и поэтому я считаю что ты что то как то и обленился я не могу Job Я не хочу заработать деньги особо понимаете понимаете человек Я не хочу зарабатывать деньги как это ты мог работать и не работал тебе дан талант работать а почему ты решил не работать то я тебе дам ему представь себе у меня я работал Я всегда работал на двух-трех работах. Денег много надо. Почему? На печатание книг, на раздачу. Покупали магнитофоны, бабушкам дарили. Где-то сгорел храм. Сбор делаем денег. Библию переводят. Туда собрали. Приехал директор библейского общества. Деньги нужны. Но надо уметь правильно пользоваться. Я приехал из Америки, когда ездил. Мне денег дали. Но я ни копей, ни одного цента на себя не потратил. 13 библиотек образовал. Купил инструмент, тупил. Мы там деревню строим. Полный камаз. Рабицы, сетки. И всем положил пособия. Первый год. Никто еще только со своим домом возится. А если-то надо. И каждый получал деньги. И все. Деньги разошлись. Нынче вот дорогу-то эти пруды делали. Всего там 2,5... Ну нет, больше, наверное. 3 месяца. А у меня пенсия 6 тысяч, там, 572 рубля или 275, даже не знаю. Какие-то деньги-то? А я потратил полмиллиона. 400 с лишним тысяч. Нашлись люди, которые помогли. Дай Бог им здоровья, спасения. Деньги нужны все время. Нуждающимся, больным узнать, где-то много детей. Как-то помочь человеку из нужды выбраться. А ты имеешь силу, я не работаю. Тебе некогда будет этими словами нехорошими отбрасываться. Работай. Я уже так, знаете, думаю, я уже наработался, все заработал, и дом, и деньги есть еще там, не знаю, но на несколько лет, как говорится, вперед. Ешь, душа, пей, веселись. На многие годы у тебя хватит. Луки, 16 глава. Я это знаю. А вот мне такие мысли, Игорь, никогда не приходили. Никогда. Я работаю на двух работах, и у меня выработка всегда была 280-300 процентов. Я был неудержимый в работе. Строительной работы. Я делаю это дело. Мне на того интересно там полы настилать, двери навешивать, стеклить, пещи делать. На государственной работе. И у меня все время был интерес. Радость такая какая-то. Внутренний подъем. А делаю грязную работу, пещи, сажи. Я этого не понимал совершенно. Мне интересно. Бог сказал, в поте лица будешь есть. Не сказал, заработаешь и отдыхай. Я по сегодняшний день этого не знаю. А мне 76 лет уже. Ну видите, а мне было интересно зарабатывать на себя. Понимаете, там, чтоб машину дорогую купить, мотоцикл там дорогой, на нем погонять. Понимаете, а когда я обратился, мне это ничего не надо. Я смотрю, что мне и работать уже не хочется особо. Ну надо, как говорит патриарх Кирилл, говорит, переформатировать сознание. Ну вот надо. Надо. И возьми это с сегодняшнего дня. Ложися пораньше, вставай в 4.40 и ты строгий порядок, чтобы был. Утром встань в гимнастику, сейчас пост идет, земные поклоны. Вот тебе оружие какое должно быть. Вот. А для чего вы, что вы считаете на них? 10 по 10. Вот где вот это беленькое, это 10. 10 по 10, 100 поклонов. А вы как, когда поклон делаете, вы руку, передвигаете палец просто? Пальц, вот я его держу, вот она в руке передвигается, вот она. Большим вот этим пальцем, ноготком передвигается. 10 я палец Христу, 10 Божьей Матери, 10 Ангелу-Хранителю и так дальше. Это в день или за одну молитву? За одну молитву. А днем 7 раз, чтобы на молитве встать. Это 700 поклонов. А еще утренний вечерний, уже 900. Но иногда бывает до 2000 поклонов в день. Каждый день, каждый. Только воскресенье изменяется ритм, потому что длинная служба. Ну и так дальше. Встречи, благовестия идет, тогда поменьше. Не успеваешь уже. А как вам от поклонов? Там спина не болит? У меня болит. Я земные не могло делать. У меня 3 грыжи. Я большие тяжести носил. На одной операции сделали. Мне нормально. Прямой позвоночник. Все у меня как надо. Я долго не мог даже поясной поклон делать. Но я давил и давил после оперы. И вдруг что-то хряпнуло. И я стал кланяться. И не болит ничего. Бог видит мое желание. Я очень люблю кланяться. Это мой пришел спаситель. Я перед ним склоняюсь. У тебя должно быть всегда внутри ликующее сознание спасения, радости, что тебя Христос избрал. Павел говорит, радуйтесь. Еще раз говорю, радуйтесь. А когда верующий там, ну это, он не знает Христа. Где Христос, там радость. Даже в страдании, в мучении, в труде, в поте всегда радость. Мы отработаем с ребятами, раз, так, помолимся. Сразу встали на молитву. Там, в степи где-то, в лесу, мы везде молимся. Игнатий Тихович, а скажите, вот эта мысль от сатаны приходит, когда вот так, где-нибудь идешь по городу или едешь в машине, из Библии что-то вспоминаешь, и вот какие-нибудь чудеса на ум ложатся, которые происходили, думаешь, и тебе такое, ну как такое может, ну нету такого этого сейчас, не видно этих чудес всяких таких. Это что, сатана искушает, чтобы от веры отойти? Нет, это просто человеческие рассуждения. Златоуст говорит, я не нуждаюсь в чудесах, я верю тому, что написано. Все. Я, чудеса у меня были, но они такие, их за чудеса не посчитают даже. Вот, подходит человек там, просил деньги, я вытащил, отдал все. Но ехать не на чем. Я отдал все, и на вокзале стою, и денег нету. Бабушка просила. Отошел, руку сунул, деньги лежат в кармане. Вот как один раз в новой квартире, там у бабушки, он и на квартире был, она уехала, а сарай далеко в огороде. Все замело. Я пришел один с работы, откопал, залез, ключ там, ключ лежал-то. Есть нечего в этот день. А я на стройке работаю. Каталка на второй этаж, бетон возить. Я очень сильный был. Я в это время, гляжу, стоит кружка, большая, наверное, литровая. Оказалось, полная компота. Зима такой мороз, она теплая, и ломтями хлеба накрыта. Я по сегодняшний день считаю, что это ангел дал мне. Туда, я никому не известный человек, и там был бы след, а ворота, засыпанные снегом, застыло бы, а то все теплое. Я зашел, комната не топлена, а теплый компот. Я поел. Я слышал, и тоже у меня сомнения были. Думаю, может, вам показалось. Но поел-то я не показалось. Как оно? Думаю, если бы... Я с работы пришел, есть нечего. И вдруг у меня и соседи не могли прийти. Зачем бы в сарай-то пошли? Да там бы все равно след был какой-то. Это чудо. Я просто как, ну, так рассуждаю. Думаю, наверное, человек дал, потому что компот и хлеб как-то мало. Думаю, если бы ангел, может, дал бы хорошие каши, там, или супа, наваристого. Чесноку, огурцов. Израиль об этом думал. Хлеб укрепляет сердце человека. Это главное. Бог знает мою пищу и мне давал по вкусу. Написано, лепешки были, как с медом. Один любит, чтобы горчилось, другой, чтобы солонее. И каждому было по вкусу. А у меня как раз был компот и хлеб я ел. И вот этот такой Бог мне дал. Он знает по вкусу дать. Это еще одно подтверждение, что это чудо. Игнатий Тихонович, вот еще, смотрите, такой вариант. Я вчера песок, ну, там у нас такой паркинг, и мазы с песком стоят, ну, продают песок. Я попросил человека, привези мне песок. Мне нужен был маз песка. Он мне привез, значит, и он, когда заезжает во двор ко мне уже, мне брат звонит и говорит, ну, мы там на прогулку с ним шли. Я говорю, сейчас песок высыпят вечером. Он говорит, о, говорит, а он же знает, что я там боюсь всего вот где-то, что крадено. И говорит, а ты знаешь, что песок этот, карьера, нелегально этот водитель взял? Ну, типа, он там, ну, то есть он, водитель подъехал, ему отгрузили песок, он там денежку дал этому трактористу, который нагружает, но это, допустим, песок фирмы какой-то, не их. То есть, ну, грубо говоря, ворованный он, по большому счету. Нелегально приобретенный. И, а он уже во двор заезжает, а я не знаю, что делать. Или ему, говорит, езь отсюда. Ну, потому что вот брат именно в эту минуту позвонил. Я смолодушничал, говорю, высыпай, дал ему эти деньги. А сейчас мучаюсь, как мне решить вопрос. И вот узнал, чей это карьер, какого предприятия. Вот думаю, поехать туда на предприятие, просто заплатить им за песок. Если заплачу, не будет. Это самое правильное. Вы шофера не обидели. И песок есть. И совесть успокоите. Вот это самый правильный выход. Потому что я уже, это вчера терзало меня, и сейчас терзает. Не знаю, что ли. Вы видите, у вас совесть есть. А совести не было, вы бы ничего не подумали даже. А у нас песок берут они в лесу. И мы за каждые привозят КАМАЗ. У меня нынче привозили 20 КАМАЗов. По 4 тысячи. Я заплатил 80 тысяч рублей. За дорогу. Дорогу. Участок дороги 270 метров. Ну вот поеду сегодня на контору, а то чей карьер и оплачу машину. Все, оплатите спокойно, и вам на душе будет легко. Только не говорите, в какой день привезли. А то они его высчитают, да накажут шофера. Они не высчитают. Они даже, я его сам не знаю, кто это. Ну вот так и скажешь, раз не знаешь. Чтобы не наказали того-то. А то скажут, вот я ему добро сделал, а он еще мне подпоказил такую. Просто видите, какая жизнь. Они эти грехи могут войти. Если бы мне брат не позвонил и не обличил меня, потому что он знает, что я такой верующий, а он-то нет пока. И он всегда меня хочет где-нибудь ущипнуть. То есть, вплоть до того, что говорит, а что фрукты покупаешь, там человек один... А ты поблагодари его за это, Игорь. Поблагодари. Я, да. Скажи, ты хорошо сделал, что так позвонил, это вовремя. Я теперь уже поехал, заплатил. Да. Я ему так... Я же не знал вначале. Я потом водителю позвонил, говорю, ну разузнал, как песок, как что. И я выяснил, что песок этот нехороший. Я брату говорю, да, ты прав, он нехороший этот песок. Нет, он хороший песок. Только вы маленько не так, с черного хода зашли. Да, с черного хода. Ну заплатите совесть ваша, пусть будет спокойная. Ох, хорошо, Игнатий Тихонович, буду стараться к работе. Все, молюсь, молюсь, чтобы раньше лечь и раньше встать, и все никак не получается. Ложитесь. Ложитесь и ляжете в 9 часов. В 9. И посмотрите, вам будет хватать или не будет хватать. А потом в 10 ложитесь. Придет время там в пол 11, в 11. И постепенно, не сразу. Так, чтобы вам было не тяжко. И вы увидите, что вы можете спать 5 часов. И потом еще по 5 минут маленько. И потом почувствуешь, что совсем спать днем охота. Больше не надо. Организм подскажет. Слава Христу, буду работать над собой. Ну все тогда, с Богом, да? Да, слава Христу. Спасибо, Христос. Что-то не выобщается там, да? Слава Христу.